МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. На страже закона. Сегодня профессиональный праздник у сотрудников полиции. Созвездие мужества и ТЭФИ-регион. Мастерство наших коллег отмечают на всероссийских конкурсах. Великая сила искусства. Она объединяет времена и людей. Свой профессиональный праздник отмечают сегодня сотрудники органов внутренних дел. Поздравления полицейские принимали в Театре оперы и балета. Там прошел торжественный вечер. Дмитрий Ковалев передает с места событий. Уже четвертый год подряд стражи порядка отмечают свой профессиональный праздник в качестве сотрудников полиции. За это время служба 02 протерпела заметные перемены. Одна из позитивных тенденций. По последним опросам доверие людей к правоохранительным органам повысилось. Такие итоги сегодня озвучил руководитель МВД Чуваши Сергей Семенов. И вот еще некоторые цифры. С начала этого года полицейским республике удалось раскрыть более 8 тысяч преступлений. В ведомстве такие показатели называют неплохими. Приоритеты министерства не изменились. В регионе продолжают формировать комплекс «Безопасный город». В городах и районах увеличивается количество видеокамер и кнопок экстренного вызова. Реализовывается она, в общем-то, нормально, определенно, поэтапно. Наращивается в муниципалитетах, особенно в городе Чебоксар. Они пошли еще дальше. Не только за счет бюджета, но и за счет средств предпринимателей, коммерческих структур. Это очень правильное направление деятельности. Поэтому оно дает свои результаты. Есть ряд примеров раскрытия тяжких, особо тяжких преступлений. Помощь в организации охраны общественного порядка. То есть это нормальное перспективное направление, которое нужно поддерживать и развивать. Традиции этого праздника нерушимы. Полицейские республики почтили минутой молчания память своих коллег, которые погибли в горячих точках. Больше 20 лет сотрудники МВД Чувашии выезжают в опасные командировки на Северный Кавказ. В этом зале собрались исследователи, инспекторы ГИБДД и кинологи. Все те, кто стоит на страже нашего покоя и защищает граждан от преступников. С праздником сотрудников полиции поздравил и председатель правительства республики Иван Маторин. Вы всегда стоите на страже законности, правопорядка. Органы исполнительной власти, муниципальной власти всегда находятся с вами в рабочем контакте. Мы благодарны за ту работу, которую вы повседневно оказываете всем жителям Чувашской области. По традиции в этот день лучшим сотрудникам вручали награды, а некоторым присвоили и внеочередные звания. Но слова благодарности в этот день звучали и в адрес рядовых граждан, которые помогают полиции. К примеру, Людмила Трофимова больше 30 лет и стоит в народной дружине. Она каждый вечер патрулирует улицы Канаша и следит за общественным порядком. А в 95-м году женщина даже помогла задержать убийцу. Он зашел в наш подъезд. И вдруг я слышу крик. Он как залез за женщину, как выбежал, подъезд прямо на лестнице. С ножом прямо на меня стоял. Я говорю, пырни меня, пырни. Я говорю, не боюсь. Я уж тебя все знаю, узнал тебя, говорю. Я ему подножки поставила, он куртку в нож бросил на лестнице. У него куртка осталась, куртка вырвалась в него. И он сам убежал. Я за ним сама бегу. Ну, сама уж, конечно, догнать, потому что, конечно, не смогу. Мужика уж как догонишь, извините. А бегу сама за ними. И в это время как раз у нас три патрульно-постовые службы приехали. Все начальники города. С Виталией, конечно, и Тазико приехал у нас. Так молодец очень. И все. В это время мы его задержали. Но завершился праздничный вечер грандиозным концертом. Артисты сегодня исполняли только патриотические песни о полиции. Медрик Валев, Сергей Рябчиков. Республика. До открытия летнего сезона еще полгода организация отдыха детей в летних лагерях уже началась. И началась система водоснабжения. О том, как обстоят дела со строительством очистных сооружений в оздоровительных лагерях республики, говорили на сегодняшнем заседании в Доме правительства. В деревне Шомикова Маргаушского района расположено четыре оздоровительных лагеря. Алый парус, солнышко, лесная сказка и березка. При этом очистными сооружениями оборудован только один. В детском оздоровительном лагере Алый парус на сегодняшний день имеется только выгребной резервуар объемом 300 кубических метров для сбора жидких отходов. В детском оздоровительном лагере Солнышко также имеется накопительный резервуар. В детском оздоровительном лагере Березка очистные сооружения накопительный резервуар на сегодняшний день отсутствует. Проблема серьезнейшая. От ее решения зависит эпидемиологическая обстановка в лагерях и личная гигиена ребят. Стоятельство очистных сооружений – дело недешевое. Стоимость варьируется от 4 до 8 миллионов рублей в зависимости от выбранных технологий. И такие деньги непросто найти в уже почти сформированном бюджете. Иван Моторин предложил ведомствам подготовить финансовые заявки, чтобы понять, сколько средств на это уйдет. Но задача уже ясна. Очистные сооружения должны быть готовы к летнему сезону. А эта проблема традиционно осенняя. Морозов пока нет, но на тонком льду залива уже были замечены рыбаки. Республиканские власти вполне обоснованно беспокоятся за наступающий сезон зимней рыбалки. Только в прошлом сезоне погибло 5 рыбаков. В Анатольском районе во время рыбалки, это в ноябре было, 10 ноября как раз сегодня год, утонул мужчина 1956 года. 10 ноября прошлого же года в районе Сосновки нам удалось спасти благодаря оперативным действиям наших спасателей. Два их рыбаков кота, 1948-1972 года. 15 ноября из-за несоблюдения мер безопасности у нас утонул мужчина 1964 года в районе Новочебоксарска. Таких случаев ежегодно у нас предостаточно. Поэтому основная задача сейчас – это меры предупредительные. На совещании были обсуждены и другие вопросы. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Осень – традиционная пора работы над посланием главы Республики к Государственному Совету Чувашии. В этом важном деле участвуют, как правило, все неравнодушные люди вне зависимости от статуса. Ведь речь идет о развитии Республики в будущем 2015 году. Каковы будут направления работы правительства, парламента, органов местного самоуправления? На что надо обратить внимание в первую очередь? Свои предложения можно отправлять по адресу город Чебоксары, президентский бульвар, дом 10, или по электронной почте пресс0собачкакап.ру Наш выбор – жизнь безопасности. Именно под таким девизом из года в год проходит Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества». Тема безопасной жизнедеятельности, спасение людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, всегда остается главной для журналистов. В течение каждого года летопись МЧС пополняется новыми именами юных героев, пожарных добровольцев, волонтеров, людей, для которых спасение и помощь – не просто слова, а призвание. За прошедшее время фестиваль превратился в самую масштабную общественную акцию МЧС России. Мы стараемся участвовать и в республиканских конкурсах, и в федеральном федеральном округе, и в всероссийских конкурсах. Но каждый год 3-4 журналисты у нас получают такие награды. В Приволжском региональном центре МЧС России в Нижнем Новгороде состоялось награждение победителей межрегионального этапа «Созвездие мужества». В числе лучших жюри фестиваля отметила многолетний творческий проект национального радио «Чуваши» и «Присягая Родине». Цикл авторских передач, выполненных в формате портретного интервью, а тех, кто служил и служит отчизне в рядах силовых структур, стал победителем в номинации «Лучшая информационная программа на радио». В Приволжский федеральный округ вышли только мы. Там мы получили первое место. Только мы из «Чуваши». В специальной передаче мы несколько передач отправляли. Информационные программы, то есть новости, во-первых, и потом «Присягая Родине» – экстренная часть, где мы рассказываем о наших спасателях, чувашских спасателях, о событиях, которые прошли у нас в республике. Работы призеров, состоявшегося в Поволжье межрегионального этапа, направлены в федеральную дирекцию фестиваля. Итоги всероссийского конкурса будут подведены 4 декабря в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Игровое шоу национального телевидения «Чуваши» и «Наобум» вышло в финал самого престижного телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион-2014». В прошлом году академики российского телевидения тоже отметили этот проект, но тогда он был послан на конкурс в виде идеи на листах бумаги и, к сожалению, не победил. А воплощение идей в жизнь жюри оценило. И в этом году «Чубоксарская передача» попала в тройку сильнейших развлекательных программ России. Взрывная программа «Наобум» выходит на национальном телевидении «Чуваши» раз в месяц. Задача участников этой игры за считанные секунды придумать слово, содержащее тот или иной набор букв. При этом по кругу передается тикающая бомба. Зазевался, бомба взорвалась. А игрок вылетел из шоу. О том, как похожая детская игра превращается в телепроект, автор передачи Мария Шоклева увидела во сне. Оставалось доработать идею, найти хализматичного ведущего, придумать познавательные рубрики о русском языке. Игра «Наобум» напоминает зрителям правила русского языка, заставляет думать быстрее и делает речь богаче. Гараж! Скажи, что у меня нет слова! У меня нет слова! Скажи! Конкуренты программы «Наобум», хабаровская передача «Осаде, огороде, час удачи» и короткометражная комедия «Новый год.ФМ», которую сняли телевизионщики города Надым. Церемония закрытия конкурса состоится в городе Сочи 28 ноября, где станет известно, кто уже достоин заветной статуэтки Тефи. Мы поздравляем наших коллег с выходом в финал и желаем им только победы. В рамках своего 75-летия Чувашский художественный музей провел круглый стол взаимодействия музея и коллекционера от находки предмета искусства к пополнению музейного фонда. Он был посвящен 135-летию Павла Бенькова, с именем которого связывают развитие чувашской живописи. Разговор об искусстве, соединяющем времена и страны, состоялся в особом месте, в здании, когда-то принадлежавшем купцам Ефремовым, известным в Чувашии меценатам. Здесь особая аура, здесь легко говорить о вечных ценностях. Юбилейные даты музея известного художника собрали под одной крышей именитых гостей, среди которых была и внучка Павла Петровича, Марина Лещинская, и просто ценители искусства. Говорили о жизни и творчестве Павла Бенькова, о коллекции его картин в художественном музее. Появление здесь Бенькова, оно, конечно, то есть только остается сказать слова благодарности музейным работникам. Это просто, ну, то есть это политика, это стратегия, это правильное. То, что сейчас очень редко случается, просто необыкновенно редко, когда продуманно собираются коллекции, когда подбираются художники, и это подбирается не сиюминутно, а с тем, что вот эта история искусства складывается. Творчество Павла Бенькова для чуварского искусства особенно важно. Его учениками были основоположники национальной живописи Моисей Спиридонов и Никита Сверчков. В музее есть работа художника, портрет актрисы Шмулевич, подаренной Министерством культуры России. Картина Васильке, написанная в 1918 году. Долгое время натюрморт хранился у друзей художника в Казани, а затем у его внучки Марины Лещинской. Теперь это собственность музея. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. В предновогодних настроениях всегда присутствуют ожидания чуда. Сбербанк, чутко реагируя на желания и потребности клиентов, каждый год старается удивлять их неожиданными подарками. О специальном новогоднем предложении банка рассказал на брифинге заместитель председателя Волговецкого банка Сбербанка России Алексей Акимов. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Опрос, проведенный в столице Приволжского федерального округа, показал, что чаще всего людям не хватает денег на осуществление своей мечты. Пусть не такой глобальной, но заветной. Купить хороший фотоаппарат, сделать подарок жене, обновить интерьер в квартире. И этот список можно продолжать до бесконечности. Сбербанк предлагает не тянуть с исполнением желаний. Возьмите кредит и получите подарок к Новому году. Такая акция стартовала в Волговецком банке Сбербанка в ноябре. Шанс получить денежный приз есть у всех, кто оформит потребительский кредит с 5 ноября по 25 декабря на сумму от 100 тысяч рублей. А накануне Нового года счастливчиков ждут призы. Каждый сотый получит 2 тысячи рублей, каждый тысячный 20 тысяч рублей. На сегодняшний день у нас лучшие условия. Лучшие условия и по ставкам, и по скорости оформления кредитов. По ставкам это вот в районе 16,5-17 процентов. Это лучшие сегодня ставки на рынке, которые есть. По скорости, ну вот, говорили про зарплатники, у нас там за 2 часа принимается решение. По остальным клиентам в течение 2 дней кредит будет оформлен. По ипотечным кредитам за 2 дня принимается решение. Это стандартно. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться, отправив СМС-сообщение на номер 8-985-77-07-575 с текстом «Кредит», «Фамилия», «Имя участника» и 4 последние цифры кредитного договора. Затем в ответ придет СМС-уведомление, подтверждающее регистрацию. Список участников формируется в хронологическом порядке. На его основе Сбербанк определит сотых и тысячных счастливчиков. Одна из стратегических концепций Сбербанка не просто выдавать кредиты, но и удивлять клиентов, дарить подарки. Мы выглядим очень уверенно на рынке сейчас. Наши доли рынка растут. Мы приросли с начала года долю рынка и в потребительском кредитовании, и в ипотечном кредитовании. Наша доля уже приближается ближе к 50% на рынке кредитования. В ипотеке это ближе к 70%. То есть такие доли очень серьезные. Мы видим, что мы кредитуем лучше, чем другие банки. Люди идут к нам, клиенты, как всегда, выбирают, они больше голосуют ногами. Где условия лучше, где офисы приветливее, персонал. С начала года Сбербанк в Чувашии выдал потребительские кредиты на общую сумму около 5,5 миллиардов рублей. Таким образом, примерно 40 тысяч семей реализовали свои желания. Это на 21% больше, чем в прошлом году. Потребительский кредит это простой способ устроить тебе и своим родным запоминающийся праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова